огурчики и помидорчики это у меня булгур в общем это обед это я вчера готовила два у меня было шницеля куриных со шпинатом поэтому он сегодня неприглядно выглядит то что он просто разогрет и салат помидорки черри огурцы перец итальянский на подушке из салата всем приятного аппетита все залито оливковым маслом я ухожу сегодня я такой моряк в развалочку сошел на берег блузон это ойша брюки печен дем я сегодня вся модная сейчас модно по две-три сумки носить у меня основной кошелек и это сумка в которой все лежит и а на кроссовке опять же бата опять же в тренде у меня браслеты вот эти со стразами это стразы сваровский кристаллы сваровский арифлеймовский браслет теннисные золотого цвета это пандора часы арифлейм и у меня сережки такие ну не советские но нашего производства золотые с сапфириками и бриллиантиками это кто говорит что я не ношу золото нашел но я считаю что это такая такое не украшение а просто заполнение дырок ушах что еще очки это фурла сумка майкл корс и кошелек фурла в общем пошла я по делам которые вам покажу сегодня прямо у меня в квартире очень пахло скошенной свежескошенной травой и вот сейчас иду опять увидела работников озеленения но они вообще все временно здесь работают так пахнет и травой разносится по всему району и они часто очень часто траву косят но уже за деревьями вообще постоянно ухаживают я не знаю конечно как летом это все будет вроде уже лето сегодня 21 градус и опять с длинным рукавом литерок такой прохладный такой свежий такой чудесный ну когда ветерка нет конечно солнышко припекает уже тепло так становится но в целом сегодня погода просто изумительная поэтому я пошла на прогулку потому что жару то не очень хочется ходить вот я хожу по расписанию к электричкам ну это поезда такие они я не знаю в общем приходят они на площадь каталонии это не электрички электрички у них ходят по другом рнф что ли называется вот там они настоящие электрички эти поезды не какие-то не два не полтора не метро может наземное метро как бы считается но они в целом ходят сеть метро потому что приезжают ну хотя обслуживаются другой компании очень сложно это объяснить я сама не понимать и нигде прочитать не могу аналогию как бы сложно провести аналогию вот но я схожу хожу по расписанию поэтому я прихожу и быстро сажусь в поезд мне не нужно ждать как я вам уже говорила я скачала приложение но самое главное мы вот они уже видели несколько раз люди стоят и не входят до прихода поезда не в метро не вот в эти новые в эти фгс электрички потому что билет действует час 15 минут на пересадку на другой какой-то вид транспорта и они вот это все очень экономят видимо прям стоят и ждут как только их поезд подходит они чмок ходят пробивают билетик и садятся за него ну мне дальше никуда не надо пересаживаться я могу в любой момент входить я не такой экономист великий как испанцы официально поехала сегодня позже потому что когда едешь между двумя и тремя часами школьники возвращаются с учебой студенты школьники здесь такие толпы ребят голдеж и они занимают все вагоны сейчас вот пусто на перроне думаю что у нас я вот такого чтобы пианино прямо инструмент на улицу вывозили такого я еще не видела очень круто я на площади каталонии я сегодня набрызгалась одной туалетной водой я вам ее вечером покажу дома и мне прямо так плохо у меня спазм просто дышать уже невозможно ну естественно таблетку я не взяла вот а понюхала сначала мне понравился этот аромат новая туалетная ну не туалетная водопробник который я раньше ни разу не использовала в общем вот очень мне нехорошо она набрызгалась совсем чуть-чуть я чувствую этот запах мне прям не хорошо я сейчас на вот этой улице ангелов всем очень нравится это название и знаете сколько градусов большой термометр вот как я вам и говорила 21 градус здесь тень от деревьев очень прохладненько приятненько я видела сейчас в электричке местные люди одеты даже в такие очень теплые пиджаки вот они в общем принципе и в жару ходят длинными рукавами еще такой жары то не было особенно вот в этих палатках мы уже показывали товары как как бы местных промыслов всякие там штучки-дрючки с этой стороны магазины с этой стороны магазины и в общем это мне кажется по численности туристов вторая улица после рамблы здесь очень много всегда народу потому что эта дорога ведет к кафедральному собору ну наверное и вообще здесь много различных исторических ой машина кафедральному собору я думаю да поэтому это пешеходная зона а здесь всегда все пешком ходят вот здесь конечно очень очень красивые вот эти старинные здания все балкончики с коваными перилами вот есть вот такой видите такие балкончики ну типа лоджии там вот пальмы какие-то а это может быть отель наверное да точно отель лаусанья какой-то вот 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 о H&M какой-то я не знала что здесь H&M есть пойду по Аниным стопам в H&M но это будет потом Винетон в общем все тут есть а туристы как всегда полуголые ходят вот кафедральный собор и сегодня же четверг оказывается сегодня здесь рынок ярмарка антиквариата вот здесь мы были со Светочкой Котенко привет Светочка как раз четверг она нам тут очень много всего интересного показала да но тогда было гораздо холоднее чем сейчас каждый четверг по-моему во всех городках проходят какие-то ярмарки а я хочу попасть вот в этот музей Фредерико Мореса это их смотрите какие красивые изразцы вот это их очень знаменитый скульптор и здесь по-моему очень интересная экспозиция должна быть это как раз здание рядом с кафедральным собором вот это кафедральный собор собственно здесь еще очень много в одном месте всего интересного там какие-то ну это по-моему кафешка вот так что я пойду сейчас сюда видите какие рельефы ну какие-то страхолюдинки мелкие так пошла я не знаю разрешат мне фотографировать или нет здесь должны быть коллекции просто бытовых вещей очень интересные ко всему прочему кроме скульптур вот вот пока я не вошла в музей я так понимаю что я еще не вошла это внутренний дворик вот такой красивый вообще конечно в южных странах вот эти внутренние дворики патио они очень-очень красивые они создавались специально чтобы тень была прохлада и здесь вот представляете прямо под этими сводами вот такая великолепная скульптура я вам открою страшную страшную безумную я не очень люблю живопись из всех живописцев я уважаю лично я только импульсионистов я безумно люблю скульптуру просто если где-то какая-то выставка идет скульптурами я туда обязательно иду в музеях я стараюсь как-то пробегаю живописные полотна все такие выставки а вот скульптура меня просто завораживает а так как они редко бывают такие выставки я конечно редко на них и попадаю я люблю архитектуру скульптуру в общем вот это вот все что можно как бы объемно увидеть потрогать вот это меня завораживает так что пойду искать вход что-то я не знаю где вход а вот может быть сюда может быть даже и сюда вот наверное да наверное музей Фредерико Мореса скульптором не только был скульптором он еще и огромную коллекцию других авторов скульптуры собрал и что еще интересно насколько я поняла он сам не каталанец поэтому он называется каталонский скульптор и он был тысячу раз там номинированный лауреат каких-то премий и школу искусств здесь возглавлял ну в общем он у них великий великий смотр вот как же здесь красиво снимать разрешили ну как вспышки и порекомендовали начать осмотр с третьего этажа ну с четвертого по нашему и спускаться дальше вниз здесь вот такие миниатюрки солдатики я ни разу не видела такой коллекции конечно ну тут еще какие-то товарищи это что-то театральное видимо актрисы в разных ролях вот патефон это программки тоже вот какие-то видимо их знаменитые а может быть просто актрисы но самое интересное это вот эти экспонаты ну как бы декорации к различным спектаклям наверное здесь вот покрупнее очень я люблю такие складные штучки вот видите и вот здесь такие открыточки складывающиеся вот такие и я вот не знаю но мне кажется что это переводные картинки какие-то в общем поздравительные открыточки видите с голубем велосипеды различные пластинки для музыкальной шкатулки это видимо различные игры карты по-моему чуда нигде ничего не написано это наверное доминошки может еще что-то это какие-то шкатулочки в общем здесь малые формы прикольные рисунки как раньше делали да далека здесь куклы ну вот кукол я не люблю многим они нравятся но мне они не нравятся и я не люблю музей руссковых фигур тоже мне не нравится а вот кстати мебель кукольную я обожаю он где все сделано кто-то играл в эту мебель о спальня шикарная кабинет это можно сказать студия по-нашему вот здесь совсем уже кнопки маленькие это зал оружие тут латы шлемы такие пики шпаги пистолеты очень крутые а это утюги у меня был детский вот такой маленький утюжок и здесь очень много ключей это зал ключей замков такие ключи красивые и вот самый большой висит а это веера здесь жарко и все дамы ходили с веерами я я столько вееров как здесь в жизни своей не видела а это заколки гребни тут и ну кажется что пластмасса но на самом деле это не пластмасса а еще очень красивые веерами вот это поехали колоть щипцы вот там тоже все веера а вот это все веера а здесь такие красивые сумочки кошелечки всякие все так расшито вот такие салфеточки тончайшие работы в общем много таких экспонатов здесь там наверху личная библиотека Фредерика здесь его офис был и вот это зал скульптур его это это модель памятника Франции Гои в Сарагосе заготовка такая очень много скульптур связанных с религией вот это какие-то необыкновенные ворота это камень а перед этим я была на этаже где деревянная скульптура вот здесь скульптуры начиная с четвертого века нашей эры уже значит я даже не представляю с каким нашим музеем можно сравнить этот потому что во-первых здесь в основном скульптуры скульптуры очень мало каких-то картин во-вторых здесь все перемешано верхние этажи это прикладное искусство это быт нижние этажи скульптуры это буквально археология здесь с пятого века до нашей эры собраны скульптуры и до девятнадцатого века и вот где-то восемнадцатый и девятнадцатый век вот эти всякие бытовые вещи ну интересно знаете что что у нас чего у нас нигде никогда не бывает здесь выставка сигар коробок сигарных этикеток сигарных ну это же Испания очень интересно ну хорошо что я пошла в прохладный день потому что на верхних этажах видимо температуру какую-то поддерживают определенную там душновато а вот на нижних этажах уже попрохладнее значит билет стоит 4.20 ну в евро естественно мне так как больше 65 лет за 2.40 но самое интересное что вот этот билет который я получила он действителен еще на одно посещение в течение следующих 6 месяцев в любой день я могу по этому билету прийти и не оплачивать вход так что ну любой человек так может сделать ну конечно я еще раз повторю что вот когда приезжаешь на отдых конечно в такие музеи не ходишь это очень интересно он мы мы на пузыри пускают кстати есть аудиогид по-моему он стоит 1 евро но только на испанском каталанском и английском так вот если захочет пойти в этот музей может быть мы послушаем что-нибудь потому что конечно я говорю ни одной таблички вот особенно по быту и некоторые вещи вообще не представляешь для чего эти штучки-дрючки сделаны а хотелось бы у всех произведений больших скульптур конечно есть таблички когда они созданы кем они созданы уже здесь вообще садовый гамор просто ну это центральная площадь одна из центральных площадей они мне говорят ты такая растерянная все время ходишь одна я говорю да я только и зыркаю когда снимаю чтобы у меня сумки не сперли ну в общем здесь же все что угодно может быть я конечно потом эти вот велосипедисты ездят на самокатах ездят я честно очень устала в этом музее там столько залов и уже последнее я просто бегом-бегом-бегом пробегала тем более что ну как оказалось я не люблю скульптуру из дерева и не люблю на религиозные темы католические вот эти вещи все они такие мрачные такие нехорошие мысли на фигу я представляю как они жили здесь под каким-то гнетом ой вот в общем вот так вот все опять я в портале ангелов я переместилась я переместилась в портал ангелов и иду в общем я очень хочу в H&M только не знаю я вот в этот сейчас зайду который мне по дороге попался если здесь ничего не будет то пойду в центральный ну не охота ужасно здесь то близенько а туда еще и пилить и пилить они смеются надавно как-то не стыдно здесь все рядом ну правда в Барселону особенно центр такой маленький все такое близко-близко расположено вот так что сейчас пойду посмотрю здесь в H&M Аня меня познала за полосатыми штанами видите здесь горизонтальная полоска а штаны там в вертикальную полоску в общем мне повезло я в H&M зашла в тот который вот даже я его не видела в тот который я вам показывала он вот находится где вот он в него я не попала я раньше то есть тут H&M на каждом шагу вот кучу всего поперемерила и те самые штаны которые Аня мне предлагала полосатые ну вообще никак так два размера померила и вторая вторая модель тоже полоску были брюки которые я обычно покупаю вообще не сидят в общем понабрала вещей для дома потому что дома уже будет жарко скоро а у меня здесь ничего такого нет и дома я тоже все уже разговала и еду покажу ну день близится к концу половина девятого уже все начинают по рестикам по кафешкам разбредаться по барчикам а у меня замаринована замаринованы крылышки и я буду их сегодня готовить я конечно не такая как Аня она там изобретает всякие маринады а я покупной ну я вам уже его показывала сегодня будет маринад с крылышки в специи чеснок с лимоном тут дети просто бегают и не хочется их фотографировать сейчас такой интересный случай был я стою в касту передо мной очень много русскоязычных в H&M наверное из тех городов в которых нет H&M вот они приезжают и ходят в магазин и бабушка с внучкой в общем что-то ее не удовлетворило она хоть жакет брала она там нашла какую-то зацепку убежала менять или разбираться я не знаю ну в общем она поворачивается ко мне и не глядя на меня просто она уже убегает и говорит сейчас приду я думаю вот интересно человек в чужой стране почему она думает что ее поймут а я же ни с кем не разговариваю никто не знает что я на русском языке говорю в общем смешно ужасно вот а вы говорите язык нужен ничего не нужно это быть уверенным я пришла домой сейчас вам покажу какой аромат я довел сегодня это элисап я так понимаю вы видите да и вот этот маленький пробник такой маленький что он просто до сих пор я уже салфетками антибактериальными везде промазала они все-таки выходят без спирта но все равно как-то убирают ой просто кошмар какой-то называется Ле Ю Кутюр этот аромат сам я так понимаю в общем все с этим я завертываю вот сейчас поставлю в духовку свой ужин это крылышки спаржа крылышки под соусом вот из такой же коробочки я вам показывала в Меркадоне продаются только с чесноком и лимоном спаржа посолила и сбрызнула оливковым маслом поставлю все на 20 минут при температуре 180-190 градусов а я пока готовится крылышки вот такой сок ананасовый буду пить но я всегда соки разбавляю на 50% водой один к одному и еще добавила льда так что будет просто такая кисленькая водичка вот такие у меня красавцы получились приятного аппетита время уже подошло а не все отправлять потому что я пока пришла пока все приготовила пока поела уже действительно времени много и мы с вами обязательно увидимся завтра обнимаю вас всех крепко-крепко аня передает вам огромный привет тоже целует вас обнимает и желаем вам доброго утра счастливого дня и спокойной ночи а тут приходит вася и хочет с нами играть да баськин да баськин да баськин 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 мама по моему вляпала пальцем бася ну посмотри на нас ну посмотри на нас что там там плячок что ли аааа ха 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 все пока пока мы там и там и и и и Продолжение следует...